Добрый день, друзья! Мы сегодня продолжаем нашу распаковку с последним полетом. Четвертая часть. Да. Всем привет! Я думаю, будет это интересно. Сделаем сейчас распаковку. У нас есть вот одна такая большая лампа. Большая коробка. Большая коробка. Там внутри мы уже открыли. Там инфракрасный этот... Обогреватель. Обогреватель. Посмотрим сейчас, что оно от себя означает. Открываем, посмотрим. Девочки. Так, и у нас случилась неприятность. Распаковка будет небольшая. Мы убирали на террасе, складывали коробки. И оказалось, в трех коробках были очень разбитые вещи. Была кофеварка и было два еще убийцы комаров. Инзекты, да. Папе звонят. Здесь есть еще... Ого! Такая тяжелая. Девочки, на секунду. Мощная лампа, конечно, да. Такой камень там внизу, чтобы оно держался, это груз, чтобы оно держало его. Да, в общем, ребята, и у нас сыпалось с коробок стекло, поэтому нам пришлось это убрать. Вот это ножка. Держи, Баллес, что здесь еще? Если эта вещь работает, я думаю... Это пульт управления. Скорее всего, его надо... Можно... Мне кажется, он будет работать. Включать с пульта, да? Да. Да. С пульта. Помогаем. Тут батарейки у нас нужны. Да? Отлично. О, паспорт еще есть. Паспорт. Паспорт, это хорошо. Паспорт. Да. Паспорт имеется в виду... Инструкция. Инструкция. Боже, подождите. Так, ну что, давайте мы соберем, проверим. Если нужно будет, посмотрим цену. Да. Но красивая. Мясина. А, уже помята, да? Да, помята. Будем надеяться, что на работу оно не повлияет. Лампы. Ну что, вперед, ребята. Вот, друзья, мы собрали ели. Ну, не ели, а... По времени. Забрала очень много времени. Сейчас мы поставим его на самый... Это вот первый уровень. То есть, самый меньше, что было. Включается маленький. Но уже жарко. Да. Второй уровень, это средний уровень. Включается тот большой. Наружная, как бы, да? А самый такой максимальный уровень. Тут три уровня. Ого. И включается вот оба. Греет очень четко. Жарко. Да, жарко. Правда, на улице тоже не сильно холодно. Солнце светит. Все хорошо. Отличная вещь, я бы сказала. Ну, отлично, да. Посмотрим, посмотрим, сколько оно электроэнергии будет кушать. И у нас есть наш газовый обозреватель. У нас есть наш газовый, если там видно. Да, да. Тот нормально. Там у нас сколько? Десяти килограммовый газ. Неплохо обогревает. Но если большая компания, то нам не хватает. Правда, здесь сбоку чуть-чуть оно подбито. Но ничего не мешает. Просто, как бы, красиво не смотрится. Но его мы можем, как бы, я подумаю, как его... Но мне, например, сейчас не видно. Видно только вот перед, да, лампы. Здесь уже вопрос. Или газовый нам удобно, или вот электроэнергия у нас. Будет электрический намного лучше. За газ мы платим очень дорого. До 22-й год мы у нас подняли цену. До 22-го года марта мы платили 211. 221, sorry. Потом 22-й год с марта мы начали до 23-го года марта. Мы платили 411. Правда, у нас чуть-чуть получилось плюс. А сейчас у нас поднялось еще чуть-чуть. 448 и платим за месяц за газ. Но, таковы нинчо цены. И мы греемся много. Дети не хотят замерзнуть. И все такое. Давайте цену посмотрим. С этого очень хорошо. Мы не могли дома подключить, вам показывать. Потому что оно сильно высокое. У нас потолки не сильно такие высокие. Все. На самом деле, таких обогревателей очень много. И на Amazon. Самая недорогая цена была в магазине Kaufland. Сейчас она стоит 229,99. 12% скидка. До того стоила 259,90. 260 евро. Все, друзья. Слава Богу, мы разобрались с этой обогревателем в виде лампы. Хорошая вещь, неплохая. Стоит 230 евро. Стоило 260. Сейчас со скидкой. Да, со скидкой. Но у нас вот что, оно подбито. И скорее всего, это тоже ауштелюнгштук. Это ауштелюнгштук. Это называется выставочная. Где-то оно, наверное, стояло. И мы еще сейчас думаем, сколько. 150. 150. Записывайте. Я бы сказал 100. 150. Ладно, пусть будет 150. Хорошая вещь. Не знаю, как, чего. Оставим. Будем продавать. Будем думать. Пока. Оставим. У нас вот есть еще вот такая лампа. Это LED. С разными цветами. Я тебе задел, будете. Цветная мне уже нравится. Держим пульт. Если она не треснута, то это лайк. И если она работает. Целая. Скорее всего, целая. Целая, ребята. Целая, да. Она в нашу комнату пойдет. Подождите. Ну, давайте мы проверим. Давайте я это подключу. Проверим. Кабель. На секунду оторвемся. Все, друзья. Мы это тоже подключили. Работает. Здесь мы прочитали в этом, в инструкции. Там в инструкции написано, что надо App скачать. И по телефону все выставить это все. И тогда он будет работать. Будет менять цвета. Сейчас цвета не меняет. Мы не знаем, оно будет менять или не менять. Будем App скачать. Посмотрим, как оно будет. И вам будет оповещение. Скажем, как оно было. В итоге вам видео, друзья. Снова Amazon. Точно такая же лампа, как наша. Наша фирма. Показано, что нужно подключить ее к App. То есть к программе. Она многофункциональная. Здесь параметры. И цена на данный момент 96,50. Стоила она 149 евро. Правда, хорошо. Сейчас этот на желтеньком, если вам видно. Стой теплый цвет, да. Такой этот есть желтый, синий и красный. Желтый, зеленый, синий и красный. И есть все цвета сразу, вот так, как радуга и делается. Мы как бы не фанатеем цвет радуги. Потому что там другие ощущения есть. Мы далеко против. Хотя мы очень демократичные люди. Мы всех любим, уважаем. Все вероятность подведания всех людей. Разных национальностей. Но радуга что-то в последнее время сильно много вверх берет. Ладно, переходим с политики. Как говорит, как в анекдоте. Не в анекдоте, а в этом приколе в тиктоке. А говорит, нам все равно, какой вы национальности. Главное, чтобы вы были армянином. Ну да. Все. Все, друзья, с этим тоже хорошо получилось у нас. Она сейчас нинча дешево чуть-чуть стоит. Потому что спутывает так самое. Был уцен, уценка на этот. Да. 100 на 149 сейчас. 149.96 сейчас стоит. Сейчас 96 цена, да. Ну мы дадим ровно половину, 50. Ну это не половина, но 50 даем. 50. Ну что, записали? 50. И двигаемся дальше? Да. Двигаемся дальше, но без меня. Извините, мне надо уходить. У меня есть трое заместителей моих. Они продолжат все это. Я думаю, у них все получится. У них всегда все получается. Нет, девочки? Получится? Все, договорились. Вам всего хорошего. Смотрите дальше. Будет еще, наверное, интереснее для вас. Спасибо за внимание. Всем привет. Привет. Мы продолжаем нашу распаковку. Вы уж простите нашего папу. Он уже второй раз уходит с распаковки. К сожалению, так получается. Сегодня у нас день папы. И наш папа с друзьями организовали мальчишник. Сами себе праздник. Папа сделал фарш на кебаб. И его все ждут. Названивают. Все голодные. Хотят праздника, а папы нет нашего. Поэтому так. А мы продолжаем распаковку. Следующая у нас это вот такая полка. Вернее, это стеллажи на стену. Их нужно монтировать самим. Папа посмотрел. Здесь все на месте. Все есть. Цену я сейчас покажу. Примерная цена икеевская. На такие полки я тоже уже посмотрела. 50 евро. Самая недорогая. Полка остается у нас дома. Она пойдет или в подвал у нас. Или же мы хотим сделать комнату. Полностью у нас есть маленькая комнатка. Мы хотим полностью сделать ее как вещевую. То есть как шкаф будет комнатка, да? Потому как нам катастрофически не хватает места для вещей. Особенно девочкам. И полочке даем 50 евро. И двигаемся дальше. Да. Уважаемые друзья. Например, такие стеллажи на Амазон. Вот серебряный. 40, 90, 180. Это наш размер. Цена 52,90. Ну, в Икеа тоже в районе 50 есть. Полочка остается тоже у нас дома. Она нам действительно нужна. Палета оказалась очень нужной и полезной для нашего дома. Поэтому все-таки палета удачная. Мы продолжаем. Мария, ты записала 50 евро за полочку? Хорошо. Маруся, надо тебе немножко подвинуться, чтобы мама могла взять коробку. Соня, Мария, садимся. Мама пытается взять коробку. Так, ребята, у нас здесь не поверите. На четверть палеты заняли коробки. И уже понятно с чем. С масками. С масками? Да. Корона вроде как нас покинула. Ну, не покинула. Но разрешили жить вместе с короной. Не нася маски. Написано, да. Написано, что это маски. Вот это вся коробка в масках и еще вот это. Сейчас откроем. Девочки, я, конечно, сразу расстроилась, когда увидела эти маски, еще когда мы загружали палету машину. Но папа сказал, что, оказывается, маски нужны отправить в Армению. Есть заказ на маски. Поэтому это будет не минус, а будет даже хороший плюс. Папа с армянской диаспорой очень часто собирают передачи машины, которые едут в Армению. Буквально недавно, да, они передавали столы. Ну, ребята, да, маски. Да, покажите. Маски, маски. Давайте осторожно достанем сейчас. Вот. Это масочки. Так много. 50 штук в упаковке. В одной. В одной. А сколько их? Так, сейчас одну мы аккуратно откроем. Девочки, я в перчатках. Кто-то из вас аккуратненько сейчас вытащит. Посмотрим, что это за масочки. А ну-ка, Сафу, давай. Ну, и здесь, конечно, огромное количество. Я думаю, на коробке, наверное, написано. Я даже не имею представления, сколько дать за эти маски. Какую сумму. Да. Я предлагаю сумму не ставить. Мама, тут одна маска. Много масок в одной такой. Да, ну вот, это голубые вот такие маски. Маски простые, а? Да, и просто голубые. Такие подойдут, я не знаю, в больнице, наверное, сейчас. Наверное, будь здоров. Спасибо. Так, закрывай, Сонь. Ну, тут столько много масок. Да, масок огромное количество. Мама, как ты их купила. Сейчас мы ту коробку тоже откроем, только... Коробка уже была закрыта. Ну, написано, Марусечка, здесь. А-а-а. Посмотрим, маски ли там внутри. Я думаю, что да. Да. Но желательно нет. И эти маски уйдут на благотворительность, поэтому... На меня. ...цену ставить мы не будем. Да. Уважаемые друзья, большое спасибо всем огромное за ваши теплые комментарии, за поддержку наших девочек на конкурсе. Нам было просто безумно приятно. И это действительно придает силы снова что-то делать, снимать новые ролики, заниматься делом. Это было действительно волшебно приятно. И да, мы перестелись на улицу. Да, я забыла сказать, что мы перебрались на улицу снимать. У нас хорошая погода. Ящики большие, конечно же, удобно снимать здесь. Да. И кто смотрел наши старые ролики, мы большую часть снимали распаковку тут на улице. Да, когда тепло было, мы снимали на улице. Надеемся, что будут хорошие погоды. Соседи ремонт не будут делать, и мы сможем снова снимать на улице. Так, проверяем. Ребята, да, это маски. Вот, Лилечка, покажи. Это масочки. Может, я тебе сейчас бы другой цвет? Зачем? Будем открывать еще одну? Ну, хорошо. Да, я хочу посмотреть, что нет такой же цвет. Сонечка, заставай. Я не знаю, почему она ее очень сильно... Нет, девочки, они точно такие же. Ну, открой. Давай я надрежу тут аккуратно. Я не знаю, почему она очень сильно навязана. Ну, если посмотреть на картинке, другая маска, чем в коробке. А чем в коробке? Не, не, я не знаю, что такие же, мне кажется. Один в один. А ну, открывайте. Черный сейчас там будет. А, не, не, Доха, а такие же я перепутала. Точно такие же. Не получается, Сонечка? Черный. Все, получилось? Открывай. Ну, да, окей, они такие же. Я надеялась, что там черные будут. Окей. Дорогие друзья, что еще я хотела сказать. Ролик с конкурсного дня не видели, скорее всего, во многих странах, так как Ютуб из-за музыки, из-за многих песен не опустил его в некоторые страны и не дал монетизацию. И ролик у нас следующий после конкурса, который называется. Мне пришлось тоже грубо вырезать кусок. Возможно, вы это увидите в ролике, так как тоже была музыка на улице в Берлине, там, где мы ели, отдыхали. Ютуб не захотел пропускать, пришлось вырезать. И это обычно происходит долго, поэтому ролик должен был выйти вчера, но вышел сегодня. Для вас это будет вчера. Вот такая история. А мы продолжаем. Так, следующим номером у нас идет вот такое ведро для белья. Оно использовано. Но оно пригодится. Я думаю, цену ему давать, ну, за БУ, я не знаю. Но все-таки... 15 евро. Нет, шуточка. Нет, 5 евро давайте дадим. Ну, может, оно и не БУ, может, оно просто действительно в полетах валялось. Непонятно. С уверенностью мы сказать этого не можем. 5 евро дадим. И оно на самом деле нам пригодится. У нас есть корзины для белья, но для хранения вещей, еще чего-то. Я предлагаю сюда положить вообще моткинни, так, как и называется, для вязания. Пряжу. Собрать в это ведро. Она у нас находится в пакетах. Поэтому можно будет сложить здесь и хранить это в подвале. Поэтому ведро мы тоже рады и тоже лайк. Да. Уважаемые друзья, последним номером нашего сегодняшнего концерта пылесос Милли. Он так и был в полете. Был разбросан, шланг был отдельно, труба отдельно, щетка отдельно. Мы проверили, он работает. И при том работает круто. Мы уже проверили, немножко пылеснули тут на террасе. Так что пылесосу большой лайк. Он очень мощный пылесос у нас Милли. Фирма Милли. Это замечательная фирма для пылесосов, для стиральных машинок, в общем, для многих электротоваров для дома. Пылесос был использованный, но в отличном состоянии. Он, кстати, с мешками внутри. Но мешок не сильно наполнен. Такое ощущение, что, может быть, возможно, один раз мы попробовали с этим мешочком пропылесосить. Но нет мусора в нем. Цену сейчас посмотрим. От цены, наверное, дадим половину за такой прекрасный пылесос. И такой пылесос точно был у нашей Олечки. Может, возможно, чуть-чуть другой номер какой-то. Но очень похож на эту модель. Олечка была им очень довольна. Он уже уехал в Украину. И работает там на благо состояния семьи или на благо. Смотрим цену. Уважаемые друзья, новый такой пылесос найти я не могу. Их огромное количество, зато есть на Ибэкляйненцайге. И все они проданы. Продаются они, так понимаю, моментально. Вот тоже был использован. Продался за 105 евро. Написано, что пылесос в хорошем состоянии. Отличная мощность. С бойтелями, с мешочками для собирания пыли, мусора. В общем, 105 евро. Уважаемые друзья, пылесос у Мили ставим лайк и даем 100 евро. Согласны? Да. Кто против? Никто. Отлично. София сделала подсчеты по распаковке этой части палеты. И по всем четырем тоже сразу вывела общую. И она от нас скрывает сумму. Говорит, что это сумма бомба. Ну, я не знаю, какая была в прошлых палетах, поэтому мне кажется. София, за эту палету сколько у нас? За эту 355 евро. 355 евро. Ну да, я уже в начале сказала, в начале ролика, что три коробки у нас были еще на выброс. То есть, палета оказалась какой-то огромной, необъятной. Так, София, дальше что у нас? В первой было 412, минус ту сумму, которую мы заплатили за посылку. 270. Равно 142. 142 евро. Была прибыль у нас, так. И во второй было 408. 408. А в третьей 507. А вместе это все 1412 евро. Это круто. В общем, получается так. Первая часть 142. Вторая 408. Третья 507. Четвертая 355. И общая 1412. Лайк. Браво. Аплодисменты. Ну что ж, отлично. Отличная палета. Самая маленькая сумма, мы эту палету за самую маленькую сумму, которую мы покупали, или было меньше? Не было меньше. Покупали еще одну за 150. Ну, кстати, эта палета не очень удачная. Это она, которая... Была. Вот она почти самой маленькой ценой и самую большую сумму собрала. Согласна. Уважаемые друзья, спасибо вам большое всем за просмотры, за ваши комментарии, за поддержку. Что с этой палетой по продажам, мы расскажем в итоговом видео. Но я думаю, что это будет немного, так как очень много, огромное количество, большее количество остается у нас дома. Чему мы на самом деле очень рады. Все вещи были нужные нам. Не просто так, что ладно, оставим. Действительно нужные были. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Присоединяйтесь к нам. Нам будет очень приятно. Мы желаем всем здоровья, удачи, мирного неба. И всем пока-пока.